так ну вот этот мы с вами сфотографировали видите тут залезла на саму надпись не пошло потом я сделал еще один и второе этот мне больше понравился такими здесь полосками потому что ведь кусочек черная подставил там флажок перед чтобы увеличить этот эффект ну давайте откроем с помощью фотошопа теперь и что мы видим ребята ну это наверное все что угодно только не золин я боюсь ошибиться но не такое полное впечатление почему во первых очень жестко сделала потерто все во вторых мне кажется здесь должно быть гравирование или что-то ну не вот это как осетная какая-то печать здесь начинает уже ржаветь замечательно ребят и из этого мы должны сделать каталажно не каталажно для каталога да посмотрите как металл уже как как будто в кислоте побывал ну вот так оно бывает сейчас будем работать не надпугаться первое что сделаем это конечно мы видим баланс белого так второе выпустим вот здесь свет да нельзя так хорошо но с остальным придется да ребят придется работать с остальным никуда не денешься поехали так первое чтобы мне хотелось сделать это вообще эти ножницы выделить так если получится нет конечно но ну тогда попробовать другого вариант вот этот понимаете так можно до бесконечности экспериментировать и все равно результат не будет тем чего хотелось поэтому я сейчас ничтоже дает сумяшись возьму свое перо и пойду с этим пером да и все вот так поехали края здесь довольно таки четкие по всему это не будет большой проблемы ну а теперь скажем сделать выделение в один пиксель контроль и мы получили на отдельном слое а здесь мы просто сделаем контроль стрелка назад и зальем ее вот этим белым который здесь находится готово кроме как может быть еще здесь но здесь можно проще то есть сделать два кружочка пойдем выделение сделаем улучшение краев так что тут у нас немножко вот так вот так окей И просто удалим это. Всё. Ну а теперь начнём работать с металлом. Первое, что я хочу сделать, это превратить с помощью корректуры в чёрно-белый. И там, где у нас золотой, так этот золотой и почистить здесь. Вот так. Тут у нас золотой. И вот тут у нас золотой. Так, хорошо. Всё, теперь соединяем. Ctrl-E. Соединили. Так. Согничём. Вот эта часть мне активно совсем не нравится. Ничего, глаза боятся руки делать. То есть мы берём вот этот пальчик размазывающий и говорим, что высветлить. Начнём с самого простого. Сначала вот здесь. Так. И так вот постепенно, постепенно убираем эту грязь. Аккуратненько. Аккуратненько. Здесь тоже высветляем то, что нам нужно. Так. Работы, конечно, не надо, но её необходимо сделать, иначе мы не добьёмся нужного нам результата. Так. 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 Вот с таким макарчиком мы сейчас это всё подровняем. Где нам нужно сгладим. Чтобы посмотрим, что нам дальше делать. И вот мы с вами как бы более-менее успешно шли-шли. И дошли вот до этого места, где вычистить такие вещи будет чревато. Как бы сложновато. Ну, я вас научу, не пугайтесь. Мы сейчас сделаем следующее. Мы возьмём. Сейчас просто грубо выберем этот кусочек. Вот так. Раз. Скажем Ctrl Y. И получим это на новом слое. Ну и теперь мы с вами будем действовать так. То есть высветлять. Затемнять. Пока у нас не исчезнут эти беконские все вещи. Ок. Так. Соединяем. Пока убираем. Так. Ну а здесь спокойненько с помощью вот этой пальчика дальше работаем с ней. Вот так. Очищаем уже. Ничего не боясь. Ну, я бы вам советовал, ребята, соблюдать всё-таки меру. То есть вот сейчас я возьму мишпинзель. С помощью этой мишпинзеля немножечко тут наведу градацию такую. Так. Здесь сразу же пройдусь. Вот так. Ну, где-то так. То есть здесь уже аккуратно, конечно, должна быть работа, чтобы не выделялась сильно уже. Так. Видите, сразу черно-белый становится. Это нам не нужно. Вот. Мы оставим так. Так. Хорошо. Здесь чуть-чуть уберем. Вот так. Так. Всё. Всё прекрасно. Накладываем теперь этот Золинкин как бы и ищем нужное наложение способ. Так. Обдумь только. Уже хорошо. А, мультиплицирован. То есть у меня это называется мультиплицирован. Всё. Отлично. С этим справились. Так, дорогие друзья, мы с вами почти справились. Теперь я кликаю вот на эту, зажав Ctrl. Не надо взять сейчас руки. штампик и вот эту убрать. Вот так, вот так. Я сейчас скажу, что только это актуальный слой. Ух ты. Так, тут надо аккуратненько. Может быть поменьше сделать. И так постепенно, постепенно вот эту пимпичку тёмную убрать. Вот. Так. Здесь может быть чуть-чуть. Просмотрим сейчас, где ещё. Ну, такие мелочи, это уже не так страшно. Возьмём ещё чуть-чуть тут. Так. Так. Ну, и теперь самое время это сделать следующее. Я сейчас так соединю. Теперь я возьму, продублирую это дело и пойду в фильтр, пойду в топаз. Вы знаете, что такое топаз? Та штука, которая тут всё нам сейчас подровняет до так, чтобы мама не горюй. Так. Увеличим количество деталей, добавим собственного шума чуть-чуть и говорим ОК. Подождём чуть-чуть. Он нам подровняет эти шумы. Ну-ка, давай-давай-давай-давай-давай. Вот эти, да? Видите? Но он действует ещё и на нашу надпись по силам. Всё. Я сделал двойную. Сделал теперь маску и теперь с помощью оперу это. Так. Вот так. Ну, тут зря. Он его вот так оставить. Так. И особенно вот здесь он замылил все риски, а это не нужно. Это не нужно. То есть просматриваем, смотрим где оставить, где убрать. Тут вот всё хорошо. Единственное, что, хотя это на самом деле так оно и есть, но зачем нам вот этот некрасивый выступ. Убираем его. Так. Соединили. Вот так. И нажимаем удалить. Всё. Так. Последнее, что бы мне хотелось сделать, вот это, наверное, под затемнюю чуть-чуть. Возьму. Затемниловку. Вот так. Пройдусь ещё. Вот так. И по этой пройдусь. Так. Здесь, казалось бы, всё нормально. Но я бы хотел сделать ещё одну вещь. Так. Так. Во-первых, сейчас сделаю выделение. Сделаю так. Это семь, допустим. Вот так. Семь. Семь. И вот теперь подключу сюда уровни. И вот так. Ну, то есть совсем по-другому смотрится, допустим, уже. Окей. Всё. Лучше гораздо. Ну, не перебарщивать, ребят. Не перебарщивать. В принципе, вот осталась вот эта штука. Вот эта штука. Ну, вот что с ней делать? Грязная она. Ну, в принципе, я мог бы оставить так, как она есть, ребят. Честно. Я мог бы оставить, как она есть. Потому что вот тут мы вроде как не договаривались. Но, тем не менее, я всё-таки чуть-чуть улучшу. Это я чисто для себя. Вот честно. Чисто для себя делаю. Вот так. Теперь скопирую это. Выровняю. Так. Потяну. Потяну вот так. Раз. Сделаю такой длинный. И вот поставлю её вот сюда. Ещё потяну маленько. Как вы понимаете, этого можно было не делать, да? Но труба зовёт. Так. Я это лично уже отрежу. Так. И здесь тоже самое. Так она немножко будет поприличнее. Ну, и вот в этом месте ещё я вижу пару таких пятнышек, которые мне не нравятся. Мы их сейчас сделаем. Всё, ребятки, можно отправлять в каталог. Сейчас посмотрим, ещё соединим всё на одном уровне. Вот это с этим, во всяком случае. Посмотрим, нужно ли нам тут... Нет. Нам ничего не нужно. Может быть, чуть-чуть вот здесь. Вот это мы с вами сделали очень даже неплохой рисунок, который, в принципе, можно спокойно отдать. Заказчику. Заказчику. Заказчик. Всё. Всё. atori Cara. Вот так мне ещё любим... Вы это с другими kilometerками Все. Угу. Субтитры подогнал «Симон»